В Ингопуровска и пограничное месторождение соединит нефтепровод. Его строит «Газпромнефть» Найберснефтегаз. На сегодня пройдено 75 из 103 километров. О том, как продвигается работа, в следующем материале выпуска. Бригады работают круглосуточно, двигаясь навстречу друг другу. Одни тянут трубу от группы в Ингопуровских месторождений, другие идут навстречу своим коллегам от пограничного. Работа ведется круглосуточно, поскольку строителям надо успеть выполнить линейную часть за зимний период, пока стоят относительные морозы и грунт в лесотундре твердый. Закончить нужно к 31 марта. Этот напорный нефтепровод строится для оптимизации трубопроводных систем непосредственно в Ингопуровской группе месторождений. Ну и перенаправление потоков движения жидкости. То есть товарной нефти, которая будет выходить с сингапуровской ЦПСК до пограничного месторождения и далее на товарный план. При прокладке трубы используются новейшие передовые технологии. Нефтепровод будет проходить под землей. Для пересечения водных преград строители впервые используют умные запорные устройства, которые в случае непредвиденных ситуаций будут сами перекрывать поток жидкости. Это крановые шары подземной установки. В местах пересечения с водными преградами на реках с двух сторон устанавливаются крановые шары с автоматической аварийной системой отключения. То есть они работают по давлению. При изменении давления, если давление падает в трубопроводе, они автоматически закрываются. Сегодня строительные бригады борются с вечной мерзлотой, а пару месяцев назад они работали на сильно заболоченных местах, где крупногабаритная техника проходила с трудом. Это был декабрь месяц. Мы начинали здесь этот великолепный нефтепровод, который 100 километров, Мангапур, Ноябрьск, будем так говорить. Нам досталось самый такой участок, 3,5 километра, где пришлось завозить трубы аж с санями, как говорится, вручные, можно так сказать. Ну, в принципе, сделали. На сегодня все сроки строительства нефтепровода соблюдены. Уже проложено 75 километров. При этом трубоукладчики полностью соблюдают все экологические требования, и северной природе ущерб практически не наносится. Протяженность трассы напорного нефтепровода более 103 километров. Вот мы можем видеть на карте пограничное месторождение, район УПСВ. Мы находимся вот за крановым узлом 8, примерно вот в этой точке. К апрелю строители закончат работу на лесотундровом участке, а в начале лета современный трубопровод будет сдан в промышленную эксплуатацию, и по нему пойдут первые кубометры черного золота. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова